Привет, у микрофанантик, мы продолжаем играть в Frostpunk, и в предыдущем эпизоде мы ступили на путь веры. Теперь мы можем абсолютно легально повышать уровень надежды наших граждан с помощью проповедей в домах молитв. Но, к сожалению, делать это можем только раз в два дня. Поэтому сейчас мы сидим ждем пока откатится КД. Вообще-то КД то ли можно уменьшить, то ли вообще сбросить, если дальше прокачаться в законах в ветку веры. Точно я уже не помню, давно это было. Окей, скоро у нас наступит утро, с ним придет похолодание еще на два уровня, и я думаю, что генератор придется гонять на максимально доступном уровне. Давайте-ка мы, знаете, что сделаем. Парочку палаток снесем, которые мне тут уже давненько мозолят глаза. Выручим дерево, построим бараки. Как вы помните, у нас переизбыток жилых мест, так что можем себе позволить вполне. Так, окей. Дальше надо бараки ставить, да? Парочку вот тут. Вот эти мы, наверное, снесем палатки чуть попозже. Ну и в целом у нас пока все нормально. Еды хватает, разведчики бегают. Так, сломанное дерево. Ничего не нашли. Увидели только замерзший лес. Да, слушайте, это тот самый, по-моему, замерзший лес, который мы встречали в первом сценарии. И там, помните, мы нашли кучу трупов, от которых были отрезаны куски мяса. Да, как вы помните, в Винтерхоуме все дошло до того, что люди начали есть других людей. Короче, уже мертвых. Да, и в комментах кто-то мне написал, типа, Антик, прими закон о каннибализме. Но проблема в том, что нет этого закона. Вот, видите, тут он в Альфе был доступен. И, опять же, в комментах я прочитал, что можно прийти к каннибализму, если довести население до голода. И потом надо еще каких-то, чтобы три события случилось подряд. Чтобы этот каннибализм был открыт в законах. То есть раньше он был доступен так, в Альфе. А сейчас, видите, какие-то условия дополнительные появились. Ну, в принципе, я не стремлюсь. Мне как бы население до голода доводить не хочется. Это в мои планы не входит. Хотя, если бы мы играли прямо на харде, то, я думаю, вполне могло бы, само собой, дойти до этого. Так, давайте-ка мы назначим заранее людей. Так, что у нас тут с отоплением-то все хорошо? Детей назначим разбирать, завалы. Я думаю, что мы сейчас будем вот тут тоже детей активно назначать. Взрослые мне могут пригодятся в другом месте. В охотничьих хижинах, например. Так, окей. Я на самом деле уже этот эпизод записываю раз, наверное, пятый. Постоянно у меня фростпанк что-то вылетает. Сломалась игра. Не знаю, в чем проблема. Раньше такого не было. То виснет на пару секунд, то... Ну, когда в 12 ночи виснет, это понятно. Он там автосейф делает, а... Временами просто виснет. На ровном месте. В общем, непонятно. Пока что. Так, все, пошло похолодание. Замерзли дома. Повышаем мощность. И смотрим за полоской. Ну-ка. Так, в бараках тепло, да? В бараках тепло, в палатках холодно. Ладно, до третьего уровня тогда повышаем. Вообще, мне надо сейчас склады организовать. У меня там скауты сейчас придут с этими... ...с металлом. Так, я думаю, что мне сейчас уголь-то не понадобится. Склад. Потому что... ...холодно, и он в минус пойдет. Вот так вот сделаем. Пока что. И понаблюдаем опять же за температурой. Ползет полоска. Да, еще порывы ядра, слушайте, надо тратить как-то. Потихонечку. Нам на самом деле уже скаутов-то и посылать некуда. Потому что все точки у нас изведаны. Везде мы уже побывали, новых не открылось. Здесь, наверное, квест, когда мы выполним... ...на восстановление города, то что-нибудь откроется. А пока нет. Пока мы можем только вот сюда пойти. В убежище от бури. Тут у меня выжившие. Я в прошлый раз их не взял, потому что у меня с пищей все было жестко. А сейчас вроде мы нормализовали добычу пищи. Ну-ка. Да, чуть она больше, чем... ...потребление... ...приготовление пайков-то. Но это опять же супы. Если на обычную пищу, то нормальную переким. На качественную, то не хватит. Окей, ладно. Дальше моя задача разбирать завалы потихоньку. О, кстати говоря, сейчас надо уже... ...врубать обогреватели. В постах-то. Добычим. Так, подожди, у меня... ...генератор-то дошел? Нет, еще не дошел уже. Нет, тогда не надо. Тогда все нормально. Лужная тревога. Вот тут у нас мерзнут люди. Ну ладно. Переживут. Я надеюсь. Вообще, мне с этими руинами надо уже как-то покончить. Они мне так надоели. Так. Давайте еще парочку постов поставим. Вот здесь у меня будут угольные шахты. Видите, занимают пока обломки. Не могу поставить. Так. Так, туда можно еще. Вот сюда можно воткнуть пост. Можно сюда воткнуть пост. Давайте тут пока поставим. И тут надо, опять же, обогреватель ставить, да? Ладно. Так, и паровой генератор вот сюда. Хорошо. Понеслась. Да, слушайте, у меня еще вот тут мерзнут люди. В буре. Стенном. Надо бы либо радиус повышать этим тепловым хабом-то, либо еще строить хабы дополнительные. Да. Построим пока что. Ну ладно, что. В принципе, у нас все пока хорошо идет. Когда скорая откатится, мы... Проповедь тогда назначим. Еще надо подстраивать потихонечку. Дома молитв. Вот здесь вот я хотел построить где-то. Так, вот у нас жилой квартал. Будущий. Еще не оформлены толком. Так, может сюда. Дорога маленько мешается. Вот здесь вот поставим дом молитвы. Как раз хаб построится, и будет хорошо. Но они вроде и так утепленные, эти дома молитвы. Боя тепла у них два. Что-то произошло. Голоса из-под завалов. Ух ты. Ну вот как раз сюда-то и хотел направить народ. Вот эти места, точнее, голоса из-под завалов появляются всегда в рандомном месте. То есть я вот... Эпизод у меня не получилось записать. Я переигрываю чуть-чуть. Минут 15 где-то примерно я поиграл. Все крашнулось к чертям. И раньше в другом месте. Это было, блин, что-то я... Еще пост хрен знает сколько. Тут уже пост, в принципе, разбирает, да? Один. А мы еще один поставим. Чтобы быстрее разбиралось. Ну-ка. Сюда не поместится, блин. А прессы сюда ставить. Еще народ направим. Что там, холодно у нас, да? Ой, морозно. Просто я хочу побыстрее их вытащить. Потому что если мы их не вытащим, они помрут и надежда у нас упадет. Но у нас и так эта надежда, блин, никак не может подняться. Уже который эпизод. Так, Сайгре, давайте-ка мы детей-то направим. Так, потепление пошло. Дом молитв сейчас построится. Надежда должна вырасти. Так, тут лимит хранения у нас. А, у нас, слушайте, для пищи-то складов нет. Так, так, так. Перепрофилировать, может быть? Пока что. Один склад железа на пищу нет. Нормально вроде. И достраиваем еще склады. У нас тут места полно. Так, вот этот мы сносим. Все уже собрали тут. Вот, допустим, значит строится. Так, а тут мы, по-моему, воздух отапливаем. Атмосферу. Не надо так делать. Так, что там потеплело в этом? В буровой-то. Да, потеплело. Нормально. Ну, вроде бы нигде я не вижу, чтобы лишнее тратилось тепло. Тут, конечно, вот... Малоэффективно, но обогреватели не затащат. Давайте проверим. Нет, не затащат обогреватели. Так, эффективность обогревателей повышена. Ну-ка, сейчас затащат. И сейчас не затащат. Что-то лютый мороз вообще. Тут, короче, прохладно. Ладно, черт с ним. Будем на хабах тащить. Значит, мы дальше изучаем что? Все-таки, наверное, увеличение радиуса, да? Вообще, надо было уже давно фабрику изучать. Где вот она, фабрика-то? У нас очень много металла, который не используется никак. Тут и протезы, и автоматоны. Давайте фабрику, на самом деле, изучим. Радиус нам надо повышать буквально еще в одном месте где-то. Тут я видел. В принципе, тут бы неплохо повысить, да, радиус, но... Фиг с ним, ладно, потерпим. Так, а сюда мы направляем народ. Дикей. А сюда направляем мужиков. Взрослых. Они, скорее всего, заболеют. Но у нас сейчас больных очень мало. Я даже вон из медпунктов вытащил инженеров, видите, да? Направил их в мастерские. Они у меня там работают. Вот. Такие дела. Да, пусть пока работают. Короче, надо вытащить. 25 дерева разобрать как-то. Замерзший лес. Все деревья умерли, а некоторые растрескались от внезапного мороза, который, вероятно, ударил в разгар арктического лета. Древесина. Здесь малогодные древесины, которые можно забрать в Винтерхоум. Ух ты. Да, 295 ресурсов все-таки. Пошли. Отнесем. У меня постоянно такое чувство, что я что-то забыл. Что забыл, непонятно. Помощь на кухне. Сыр, к нам пришли коллеги, и они предлагают помогать на кухне. Мы не хотим плевать в потолок целыми днями, радуясь лишь тому, что живы. Мы больше не способны трудиться на сложных работах, но с простыми протезами из дерева мы сможем помогать на кухне и отрабатывать свое содержание. Но почему-то недоступно. То ли он... Так, это, по-моему, дерева не хватает, да? Да-да-да, это же было. Дерева не хватает. Тут протезы я сначала думал, что протезов нет, но это дерево. Надо там 100 дерева иметь. Но я все равно бы не согласился. У нас сейчас кухни нормально работают, даже он переизбыток пищи. Так, ладно. Склады мы на пищу ориентируем. И тут еще парочка складов встает. Да, давайте хоть до конца достроим, что. Вот. Всю линию. Как у нас успехи? 22 дерева осталось, да? Еще полдня, нифига не успеют тут, по-моему. Так, ладно. Что еще можно сделать? Надо КД посмотреть. КД еще не откатилась. Тогда надо дальше улучшать бараки. Точнее, не бараки, а эти. В палатках там сейчас тепло ведь? Да, в палатках тепло. В палатках тепло, значит, мы ставим бараки. А фу-то бараки, блин. Ангары. Для охотников. Охотники. Раз. Два. И кончилось дерево. Где еще через 8 часов только придут? Так, что у нас там по людям-то? 46. Давайте-ка еще посмотрим, может. Постыть, где еще нужны. Чтобы уже наверняка. Ну, вот у нас разобрали. О, давайте-ка мы сушим сразу же. Тогда шахту-то и поставим. Так, угольная шахта. Вот сюда. Вот сюда ставится она. Этого больше нет. Тут нечего разбирать. Тогда, соответственно, ставим вот сюда. Пост следующий. Чтобы вот эти развалины разобрать. Так, 14. Так, ресурсы пост с добычей. Хорошо. Нормально. Все, входим мы в зону большой неизвестности. Дальше уже я не играл. Так, ладно. Надо стрелять тени в завод тогда поставить дальше. Поровых ядер у нас очень много. Они просто пролеживаются на складе. Надо их использовать обязательно. Опять, что ли, у меня уголь. Подожди, нет места. Нет сбора. Это... А, слушайте, а что у нас уголь-то не вырабатывается? В должном объеме отлынивают от работы. А, потому что три пункта сбора у нас же. Точно. Давайте один разберем тогда. Будет топчик. Сталительный завод ставим вот здесь. Хорош. И получается все. Только осталась одна угольная шахта. Проблема у меня, знаете, с деревом. Потому что стеной бур больше негде поставить буквально. Можно лицопылку поставить, но она вот нигде просто не ставится. Вот при этом символ еще писали в комментах. Типа это второй аванпост можно поставить. Но на самом деле нет. Второй аванпост тоже не ставится. Если попробовать. Просто вот этот поставлен чуть-чуть криво. Чуть-чуть левее, чем могло бы быть. Поэтому так отображается. Так, что у нас там по пище-то, по углю? Все нормально. Давайте на пищу тогда один. А один на железо. Вот. Все нормально, ничего не забыл. Все должно быть хорошо. Пищи у нас маловато что-то. Потому что улучшаются охотничьи хижины. Ух ты. Так быстро. Разбираем тогда. Да, я думаю, с бараками мы повременим чуть-чуть. У нас пока отопление работает. Надеюсь, большие холода еще не скоро придут. Там вон потепление. Обещали. Так, вот сюда надо назначить народ. Тут тоже, что ли, детей назначать? Да, давайте детей. А завал-то мы так и не разобрали, да? Осталось 10 дерева. Надо было больше постов сюда. Втыкать. Ну ладно, что. Тут просто слишком много объектов, поэтому очень медленно работа идет. Ну ладно, надеюсь, они до утра-то не помрут. Нам надежду ранить нельзя. Ни в коем случае. О, да, слушайте, надо же эти проповеди объявить. Точно-точно. Понеслась. Сейчас все будет. И надежда. И все остальное. Прибыли скауты с деревом. Отлично. На самом деле, это еще одна альтернативная реальность, потому что у меня опять игра вылетела. Снова я переигрываю. Причем с самого начала эпизода вот оттуда. Я думаю, что этот эпизод я выпущу, а потом у нас будет под вопросом прохождения Фрост Панка, пока его не починят, пока не будет понятно, что с этим делать. Так, давайте пока скаутов, наверное, распустим. Но, опять же, проблема в том, что их потом собирать нужно тратить очень много всего. Может, они просто подождут. Ну-ка, давайте глянем, чтобы скаутов распустить. А, так мы срок дерева получим же. Ну, а тогда? Если получим, только у нас некуда его складировать. Так, давайте-ка склады там. Посмотрим. У меня вроде там построен склад. Был. Ну, что у нас? Мало места на складе. Ну, да. Все правильно. Вот он, склад построен для дерева как раз. И тогда распускаем. Одну группу. А вторая группа прибыла и беженцев нашла. Слово снова нашла беженцев. Сопроводить ученых до города. Да, давайте сопроводим. Лишними учеными... Лишними учеными не бывают. Лишними ученые не бывают. Но в основном, вроде, все хорошо. Продолжаем. Главное было эту ночь пережить, потому что иногда при автосейве в 12 ночи тоже все крашилось к чертям. Так, вот это только осталось разгребсти там. Что у нас тут? Тут у нас будут работать люди. И все пока что. Осталось только чуть-чуть надежду повысить. Сейчас мы, короче, будем усиленно строить дома в зоне церквей, чтобы люди переселились. И закончим эту безумную-безумную агонию. Так, у нас... Больных один человек, да? Это ничего, это заживет. Так, эти у нас отапливаются вообще? Да. Значит, можно строить. Так, бездомных пока не появилось. Хорошо, строим, значит, дальше. Тут тоже, и тут тоже барак. Самое плохое, что я не вижу, домов-то вне. Вне зоны больше. Давайте вне зоны церквей искать палатки. Так, там события произошло. Это у нас закон. Можно принять. Так, ну что, в адаптации что-то взять, или я? Все-таки в веру пойти дальше. Протезы. Блин. Завода-то таки нет ведь? Сортировка больных. Не требуется. Трансплантация тоже не требуется. Ну-ка, что-то у нас в вере-то полезного сейчас. Светилище. Даст людям силы выполнять трудные задачи каждый день. Так, повышает уровень надежды, работающих рядом. О, топовая штука. Берем светилище. Так, и сейчас будет большая стройка. Во-первых, надо тут поставить. Нет, не тут, где шахты-то у нас. Вот шахты. На три-то сразу не получится, наверное. Ну, хотя бы так вот. Неплохо ведь, да? Вообще, по-моему, огонь. Так, у нас три светилища нужно поставить по квесту. И надежда повысится, скорее всего. Так, тут у нас производственных зданий только одно. Ну, слушайте, дерево нужно. Учитывая, что у нас только один бур. Для дерева поставим. И все больше. Вот тут еще можно, где сталь добывается. Вот она, сталь добывается. Не понял. Нельзя, что ли? Ограничит, понятно. Это надо переносить. Так, а можно как-то ее правее тогда сделать? Вот так вот, к примеру. Ну-ка. Сначала тут поставить, очевидно. А почему? Я поставил, что ли, тут уже что-то? Место для важного здания. Что, угородишь, что ли? Какое важное здание тут может быть? Ну, гол. Что за бред? Так, ну-ка, давайте еще тогда дорогу поставим. Что-то я не понял, что сейчас творится. Тут красная херня отображается. Вот так вот сделаем. Тут можно вроде как... Воу. Раз. И тут вот идеально просто. Практически идеально, учитывая, что у нас маленько не захватывается правая шахта. Ну, слушайте. Тут, конечно. Ну, вот эти посты добычи можно не охватывать. Они как бы... Такое себе. Вот так вот можно сделать. Опять же, вот эта шахта не получается. Все что-то не огонь. Все что-то не огонь. Вот так вот мы... Нет, не получится три шахты все равно. Да и хрен с ним. Че пусть тут стоит. Че на самом деле переживаю из-за рюнды. Все, пусть строится святилище. Всего ничего нам осталось. Так. У нас огромная просто стройка. Я же хотел поискать дома вне церквей, да? Вот эти вот две палатки надо снести тогда. Так. Мы выгоняем людей из домов, переселение. Программа реновации, блин. Гребаная. Вот эти места тоже надо снести тогда. Они тут не совсем к месту. И все вроде бы. Тут у нас вот эта палатка тоже не входит. И вот эти две не входят. Три. Ну-ка. Вот уже бездомные появились. Уже опасно. Двадцать больных у нас. Ёптить. А че у нас с температурой-то? Все хорошо ведь? Надо тогда совершенно новый дом поставить. Где-нибудь вот тут. Раз. Два. Все, пошел процесс. Трое бездомных пока потерпят, я думаю. Генератор сейчас теплый. Правда, никто у нас ничего не сносит, потому что все спят. Четыре утра. Сосед стучит молотком. Жиза. Окей. Звонили сегодня из-за Ростелекома, говорят, мы хотим подключить вам новые каналы. Я говорю, нахрен, у меня ваши каналы, у меня свой канал. Видите, в жопу. Я как раз эпизод записывал, вот этот вот, который у меня крашился. Сегодня тема эпизода о том, что Фростпанк стал крашиться. По неизвестной причине. Я даже его на ССД переставил. Уже не знаю, как с ним воевать. Обидно так-то ведь. Хочется дойти до конца. Сценарий-то топовый. Как первый. Я его ставлю в один ряд с первым. То есть, первый хороший сценарий, и этот тоже хороший. Вот эти два, они, ну, такие. Второй я прошел, но третий что-то у меня уже сил не хватило. Ну, я не исключаю возможности, что мы пройдем его. Только, наверное, заново придется начинать. Его знают. Все, бездомные исчезли, нормально. Надеюсь, что так и не повысилось до конца, да? Надо еще искать. А, слушайте, мы тут поставили какое-нибудь святилище, нет? Вот тут надо еще поставить. Тут же у нас уголь добывается. А, нет, тут уже есть что-то. Нет, это хаб. На охотников не действует этот пижня. На кухню зато распространяется. Слушайте, а стимхаб тоже будет лучше работать, что ли? Нет, надо на сборные пункты. Вот так вот. Поставим тут, короче. Нормально. Сойдет. Ресурсов дофига. Надевать некуда. У нас по поводу угля, кстати говоря, почти что добыча совпадает с расходом. Что интересно. Редко такое у меня бывает. Так. Кто мерзнет? Никто не мерзнет. О, в своей игре тут надо еще расширить все-таки. Как-то или хаб поставить. Давайте-ка еще один хаб поставим. Пока я радиус не изучил новый. Точнее увеличенный. Да ебтить. Дым. Ну-ка, вот так вот. Не ставится, да? Нормально. Будет отапливать вот эти две шахты. Слушайте, у нас сейчас, ребят, замерзнут. Заболеют опять. Так, тут обогреватель. И изучено фабриком. Вот к вопросу о том, куда девать инженеров лишних, которые сейчас придут. Засоним их на фабрику. Пусть работают. Неверное размещение. Опять кого хрена. Люди тут бегают. Че там? Так, ну давайте фабрику сюда запихнем. Места тут полно. Так, дальше. На автомат он назначен, да? Протезы. Давайте-ка мы четвертый уровень технологии изучим лучше. И там уже будем решать, что дальше изучать. Потому что мы пока что находимся, пребываем в технологической жопе. У нас многие посты, я думаю, уже стащились. Вот тут тоже можно убрать. И, соответственно, освобождается народ. Можно его на пищу послать, между прочим. Учитывая, что сейчас население маленько увеличится. Ну, хотя... Не намного там, конечно, но... Все-таки... Так, еда. Охотничий ангар. Па-па-пам. Больше нельзя мне строить охотничьих ангаров. Улучшать, точнее, нельзя. Так, ну-ка, тут два не поместятся никак ведь. Только один можно. Так вот с добычей никуда не уйдет. Ну что, тут уголь. А, слушайте, у меня там еще где-то охотничья хижина стояла. Вроде бы где-то на базе. Вот она. Отлично. Тоже охотничий ангар пойдет. Еще один охотничий ангар. Можем, в принципе, теплички построить, но... Пока не буду. Так, тут не буду строить. Ну, а давайте тут построим один. Для виду. Так, дорога к нему есть. Так, что с домами-то делать будем? О, надежда растет. Святилище построено. Отлично. Что-то только мало она растет. Разбираем. Так, и тут тоже разбираем. Сейчас, короче, поищу я дома, которые выходят из зоны действия церквей. Вообще, где-то это можно посмотреть, ведь сколько там их штук-то. Статистики нет. Жилищные условия. Где-то это, помню, было. Прямо тут и пишут на полоске с надеждой, сколько у нас живут рядом с молильным домом. В общем, зря я тут, наверное, удалял палатки. Просто мы еще один молильный дом поставим вот тут прям. Воткнем его герзко. Так. Тут эта палатка как-то стоит не так нормально. А нет, слушайте, тут же все уже вмещается. Нет, тут не надо. Тут не надо строить. Вот у меня в центре города тут куча еще палаток стоит, которые без домов молильных. Так, вот здесь мы, наверное, построим дом, а там палатки будем сносить потихонечку. Так. Воткнули. Дорогу перестроили. Сюда вот. Здесь, значит, палатки снесем, построим чуть-чуть в другом месте. Бараки. Раз, два, три. Нам, видимо, дали дерево-то специально как раз, чтобы мы это сделали. Дома, наконец-то, достроили. О, у нас как раз дерево-то и кончилось, да? Нормально, в общем. Вовремя я спохватился. Вот у нас еще нехорошая дорога там, где прилегает. Надо ее убрать. Так, если мы ее уберем, то будет соединение? Ну, не будет. Да, отлично. И тут еще бараков парочку. Вот, а тут можно убирать будет. Потихоньку. Что у нас с койками там свободными? Семь-семь. Уменьшается уже количество, хорошо. Единственный случай, когда мы радуемся, когда уменьшается количество жилых мест. Так, слушайте, тут у нас убрали-то завала? Нет, Витч? Как не могут убрать? Сколько осталось там металла? Десять. Сейчас уже он кончится. Так, тут мы хаб никак не можем построить, да? Так, бараки почти достроились. Нормально. И еще парочку бараков вот сюда. Вот в этой церквушке. Так, собственно, дорогу должна я перестраивать, да? Ну, пока вот отсюда будем строить. В принципе, можно не перестраивать один фиг, ничего тут больше не воткнешь. Так, хорош. И сейчас будут последние штрихи уже, буквально. Не то, чтобы... Слушайте, что у нас? А, у нас охотники тут. Требуется. Последние штрихи, чтобы определить, где у нас еще палатка. Вот эта палатка. Не в богу угодном месте. Это тоже. Так, хорош. Бездомных нет. Хороший признак. Так, что здесь случилось? Ух ты. Лучик надежды. Сэр, люди начали оставлять подношения в святилищах. Это хорошо. Ну что, надежда растет? Надежда не растет. У нас 456 людей живут. А рядом с молением еще чуть больше сотни не живут. Надо заставить их жить. Не очень, конечно, удобный обзор. До сих пор не сделали фильтры не только по теплу, а еще по вере, по еще каким-то фишкам. Можно было давно сделать такую штуку, да? Чтобы в таких же пятнах отображались. Непонятно, короче, что они там делают. Чем они там занимаются? Так вот мне придется прощелкивать каждую церквушку. Так, ты вроде не попадаешь, да? Нет. Ты попадаешь, а ты вот не попадаешь. Барак уничтожаем. Дожили. А нет, все нормально тут попадает. Не, не надо. Нормальные люди живут. Зачем ты их трогаешь? Так, вот у нас барак не попадает никуда. До свидания. До свидания. Минус два барака. Так, изучен новый уровень технологии. Новые разведчики. Куда мне еще-то? Быстрые отряды. Это только скорость. Так, у нас сани с ускорителями. Короче, нельзя новый аванпост сделать. Только один у нас будет в этой миссии там. Так, в ресурсах что у нас? Так, расход угля опять ниже будет. Улучшение обогревателя тут. Давайте-ка мы паровые угольные шахты изучим, что ли? У нас их три штуки. Вот. Ух ты, два ядра. Слушайте, на одну шахту паровую. Это что там? Жирно. Что-то я передумал. Давайте-ка, может быть, угледобычки лучше паровые сделаем. Я думаю, будет круто. У нас народу-то полно. Есть кому все это дело собирать. Тем более, что руины мы уже разобрали. Практически все. Я думаю, все у нас получится. Так, хорошо. По складам почти что все нормально. Пища у нас избыток. По идее, если кухня не работает, то и пусть не работает. Куда нам? Столько пищи-то. Они за раз не съедают же все. Сколько они в день пищи съедают? 586 потребления. Нормально? Так, вот эти обломки я так и не разобрал, да? Последняя руина. Я думаю, если мы вообще все руины разберем, то у нас вообще надежда возлетит. Я надеюсь. Так, инженеров подвезли. Да, и пока мы это все разбирали, у нас стало все плохо. С недовольством. Пока мы надежду пытались повысить. А что так много-то? Слушайте, я понимаю, что пища непригодная, но медучреждение переполнено, так это навсегда бонус. Откуда чрезвычайные смены? Слушайте, я их не... Не это... Вот, по-моему, какой-то баг. Я уже давно не объявлял эти чрезвычайные смены. Не знаю, откуда это взялось, но это что-то ненормальное. Так, что у нас там? 493 уже живут. Осталось чуть-чуть. Чуть-чуть домов найти. Противников Беры. Так, вот этот дом снести. Больше палаток нет. Так, вы видите какой-нибудь дом? Вне церквушки. Я не вижу. Тут все попадают. Вот этой палатки, да? Опять я потерялся. Эта палатка не попадает. Убираем. Осталось буквально там единица. Так, тут барак не попадает, да? Убираем. У нас охотничья хижина. Убираем. Барак тогда оставляем. И строим еще один дом. Вот здесь вот самый раз. Чтобы уж совсем всю площадь покрыть. Так, инженеры прибывшие как-то дома себе нашли. О, фабрику. Э, фабрику построил уже. Или не построил. Я же вставил ее где-то, да? Так, хорош. Я оставил ее где-то около производственных зданий вот в этом секторе. Да, вот она. Наша фабрика. Сейчас уже будет работать и нам. На следующий день. Да, различков не верить и некуда отправлять. На залеже железа. Так, сейчас я хочу посмотреть. Знаете, в чем? Что с углем-то? Что с углем-то? Уголь идет в плюс. Потом у нас еще будет сейчас потепление через день. Я думаю, что можно отзывать вот отсюда угольную шахту тогда. Так. Как это делалось-то? Демонтировать аванпост. И демонтируется он потом, да? Вот сюда вот нам надо идти. Залежи железа будем собирать. С углем вроде все наладили. Так, а то штуку убирать, не убирать. До угля она не дотягивается. Значит, убираем. И еще одну угольную шахту таки. Вот сюда. Так, что там с недовольством-то? Чрезвычайная смена. Давайте-ка мы, может быть, пищу получше сделаем. У нас уже надежда нет. Мы давайте на недовольство будем понижать, когда у нас уже все будет готово к этому. Бойцовскую арену можно поставить, чтобы успокоить как-то маленько гаража. Это будет тоже неплохим решением. Так, можно где-нибудь палатку сносить? Вот тут можно снести палатку. поставить вместо нее арену. И теперь взамен барак поставим. Чтоб не расстраивались жители-то. Так, МКД. Понятно. Сейчас еще какой-нибудь закон примем на веру. И вообще будет огонь. Так, а какой закон принять? Сейчас мы поглядим. Полевые кухни. Повышает температуру рабочих мест. Это неактуально. Так, а не могу согреться. Понятно. Дом исцеления. Заня Дом исцеления. Они требуют наличия инженера. Подходит для лечения тяжелобольных и дает небольшой бонус надежды всем клиентам. Интересно. И вечерние молитвы. Вечерние молитвы. Дом молитв. Да, отлично. Вот это идеально, когда повышается надежда и снижает недовольство. Берем. Берем. Но сначала аренки. Сижу со зданием взятым. Она уж на паузу поставилась. Так, и где еще можно поставить? Вот тут можно поставить аренку, да? Вот эти вот так и не разобрал завалы, блин. Так, может быть мы просто наляжем как бы гурьбой и разберем их. Пофигу, что тут холодно. Я хочу уже с этим закончить как-то. Ну ладно, пост добычу построим все-таки временной. Уговорили. Они все равно дешевые, а что там 15 дерева? Тут еще не построишь его, слушайте, лол. Да. Так, это арена у нас. Не так уж много домов тут загребает. Ладно, на следующее утро тогда подождем. Где еще можно аренку-то воткнуть? Там уже нет жилых мест. Я думаю, тут по-любому придется. Вот здесь всегда поставим пока временное решение. Хорошо. Недовольство, уйди. Надежда, приди. 20 пищевых пайков это стоит. Все, Надежду мы повысили. Хорошо. Теперь стоит тогда обычные пищевые пайки сделать обвременно. чтобы недовольство снизить непригодные пищи у них все еще. А, вот эти пайки пока не израсходуются. Ладно. Одна беда сменяет другую. Пережили мы как-то 12 ночи. Чудом просто. Игра зависла опять на время. Так, тут у нас кончаются опять ресурсы. Подожди-ка. В принципе, если мы паровые угледобычки будем делать, то не стоит убирать. Хорошо. Голодные, чтобы такого хрена не голодают. Откуда две чрезвычайные смены? Я просто не понимаю. Так, ожидают наши ребята. Давайте тогда построим аванпост. Будем железо таскать. Дальше. Скаутов я так и не произвел в горожан. Наверное, не стоит, потому что у нас зачем? Смысл какой? Народу хватает пока что. вторую фабрику вообще можно сделать? Так, фабрика. Провые яды, 30, древесина, 15 стали. Дерево, как обычно, не хватает. Так, вот тут точно нечего собирать. у нас круглосуточно работает, да? Зачем? Непонятно. Никто не знает. Так, врубим обогрев там. Че у нас в пище опять? Все-таки добыча больше, чем потребление. Так, что-то опять произошло. Тишина под завалами, серьезно? Почему тишина не голоса? Так, мы продолжаем прислушиваться, но под руинами мертвая тишина. Придется признать, что у нас больше нет шансов найти выживших. Понятно? Ничего, надежда у нас уменьшается из-за этого, блин. Какого хрена? Построил дополнительную добычку, чтобы руины разобрать уже. Тут у нас люди в морозе, в лютом пытаются разобрать вот эту башенку. Так, окей, арены я тоже добавил, в принципе. Сейчас недовольство должно быть поменьше еще. Паровой угледобытчик изучен. Тут, главное, никаких нет особо технологий, чтобы недовольство уменьшать. Так, снаряжение воздушных охотников, протокол лечения, то есть фигня, фермоизоляция кухни, фигня. до 45 сырой еды. Тактика охоты. Давайте-ка мы тогда увеличим количество еды, чтобы нормальные пайки всегда есть. Будет вообще круто. Так, 11 пищи. О, нас, слушайте, тут непорядок. радиусы так и не звучало веке, да? Ладно, в прохладе тоже можно трудиться. Ничего страшного. О, морожение пошло нормально. В домах опеки или протезах. Понятно. Ладно, что, подпишем. Сейчас я поищу маленькие еще дома, которые у нас не входят в зону-то. 153, у нас 603. Нашел вроде бы последних несколько домов, которые у нас тут отчуждены были на краю. А нет, слушайте, тут тоже церковь есть что-то блюдо, блин. А где же тогда они все, Я просто не понимаю. Где еще могут быть дома такие? Тут у нас все нормально. Реально больше нет домов. Я все уничтожил, убил. Убрал, блин. Тут все хорошо. Этот барак тоже под церковью ходит. Короче, все у меня нормально. Не знаю, что они там гонят в этой своей статистике. То Надежда у меня сейчас опять может упасть. Так, по аренам тоже все хорошо. Люди, бойцовская арена. парочка домов конечно не влазит, но буквально парочка. дорога мешается, да? Ладно, сейчас аренку воткнем, тогда посмотрим, что будет. Так, к хабу нет у нас терпрохода, нормально. барак сюда. Так, вот проведем, чтобы было красиво. Ну и все, в принципе. Сейчас, видимо, только ждать вот этих всех событий, что ли, чтобы недовольство это уменьшать. Других-то у меня рычагов вроде как и нет. Или есть? Вроде бы нет. Чрезвычайной смены у меня тоже нет. Все, гребанная баговная игра. Главное, что не получилось меня к хабуств выполнить, не понимаю я, почему у меня чрезвычайные смены тут висят. В любом случае, всем спасибо за то, что посмотрели, ставьте лайки, если видео вам понравилось, подписывайтесь на группу ВК, ссылка в описании, ну и прохождение фростпанка у нас пока что под вопросом, потому что мало того, что вылетает игра, еще и сейвы не сохраняются, мне приходится переигрывать заново, то есть сохраняю сейв, запускаю игру снова, а этого сейва нет. Как так? Непонятно? Пока непонятно. Ладно, давайте, всем удачки. Субтитры сделал DimaTorzok